В Коломне состоялся московский областной слёт юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2023». В нём приняли участие команда юных инспекторов движения «Подмосковья», которые заняли первые места в своих городских округах. Люберцы представили воспитанники 44-й гимназии. С регионального этапа ребята вернулись с победой. Жёлтый автомобиль проедет первым, красный – вторым и зелёный – третьим. За плечами у юных инспекторов уже две значимые победы, но они не расслабляются. В свободное от учёбы время пополняют копилку знаний и повторяют пройденный материал. С помощью специальной обучающей доски рассматривают различные ситуации на дорогах и подробно разбирают каждый случай. Транвай ребятки уступает. В каких трёх случаях, Настя? Когда он выезжает из депо, когда у него уступи дорогу и когда у него горит красный сигнал светофора. Любят мне! Также уверенно ребята справились с заданиями на областном слёте «Безопасное колесо». Обойдя конкурентов со всего региона, взяли первое место, а также показали лучшие результаты в конкурсах знатоки правил дорожного движения и знаний основ оказания первой медицинской помощи. Именно вот с этим отрядом мы к этому шли ровно три года. Мы участвовали в районном слёте. В прошлом году мы ездили на областной слёт, мы там были пятыми. А в этом году мы наконец-то стали первыми. То есть ребята очень упорно трудились не только в течение года, но и летом. Они катались на велосипеде, летом они изучали правила, дома репетировали повязки. То есть непрерывный такой труд был. На этих знаниях я занял первое место по медицине среди всех мальчиков. И каждый решал свой билет, который ему попался. Вот мне попался, например, тринадцатый. И я вот решал, его сидел. Я очень сильно радовалась. У меня тряслись руки, потому что я не думала, что у нас будет там третье или четвёртое место. Но на этом конкурс для юных инспекторов не завершён. Впереди самый волнительный всероссийский этап. К нему школьники готовятся с особой ответственностью. И в своих силах нисколько не сомневаются. Первое место наше. Луиза Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.